Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о скрытом смысле нового клипа Земфиры на песню Остин. Последний альбом российской рок-певицы Земфиры вышел еще в 2013 году. И вот спустя несколько лет затиши, артистка выпускает клип на песню Остин, который должен стать заглавным синглом к ее новому альбому. Анимированный ролик создан по мотивам известной игры для мобильных Holmes Capos. Однако в отличие от доброй красочной игры, клип получился достаточно жутким и депрессивным. Кроме того, в нем присутствуют намеки на нереальность нашего мира и другие странные образы. Автором слов, музыки и идеи клипа была сама Земфира. Певица говорит, что очень любит игру Holmes Capos, но ее главный герой Остин, которому посвящена песня, раздражает ее. Режиссер клипа Алексей Крупник заявил, что его работу не стоит воспринимать буквально, но в то же время не пояснил, какой именно смысл заложен в видео. Сама по себе игра Holmes Capos – это головоломка в жанре «три в ряд». На каждом уровне есть цель собрать определенное количество элементов, разложить ковер и так далее. Holmes Capos разбита на несколько глав. Когда игрок проходит уровни, он зарабатывает звезды, за которые открывается новая глава. Общий главный герой игры, добродушный дворецкий Остин, который восстанавливает фамильный особняк. В процессе игры он общается с пользователем, отвечает на вопросы и высказывает свое мнение. В целом игра яркая, красочная и позитивная. Клип Земфиры начинается словно на контрасте с игрой. Нам показывают мрачный особняк, находящийся в тумане. Далее появляется главный герой, дворецкий Остин. Он заглядывает в глубокую яму и всматривается в темноту, словно в глубины своего подсознания. Картинка перед ним проявляется все четче. Главный герой видит пожилого мужчину, который накрывает на стол. Тут же показывается грязная чашка с ползущим в ней тараканом. Издревле тараканы являлись символом богатства. Считалось, что в доме, где появились эти насекомые, будет достаток. Старик берет чайник, и из него льется нефть. Нефть также является символом богатства и материального мира. Сначала в ней тонет таракан, а затем и сам старик, так как она буквально затапливает всю яму. То есть нам показывают, как материальный мир в жизни человека полностью вытесняет духовный и поглощает его. Неконтролируемая жажда денег убивает человека, а точнее его душу. Когда дворецкий смотрит вниз, он видит, что этот старик и есть он сам. То есть Остин словно заглянул в будущее и увидел, что ожидает его в конечном итоге. Это и не удивительно, ведь цель игры – благоустройство особняка. А значит Остина интересует лишь материальная сторона мира. Далее из ямы образуется настоящая черная дыра, которая затягивает все вокруг. Остин пытается убежать. Камера делает акцент на картинах и скульптурах, на которых изображена женщина, прижимающая к себе ребенка. Именно дойдя до этой картины, дыра прекратила затягивать в себя все вокруг, а стены перестали разрушаться. Возможно, что так символично показано, что спасти мир сможет лишь абсолютная любовь, подобная той, которую мать испытывает к своему ребенку. Далее мы видим, что Остин заметил девушку в зеленом платье. Рядом с ней, как будто бы стоят люди, накрытые покрывалом. То есть эта женщина кажется единственным живым человеком в доме, кроме самого Остина. Дворецкий следует за ней, словно завороженный. В игре эту девушку зовут Кэтрин, и она является объектом симпатии Остина. Правда, Дворецкий не решается признаться ей в своих чувствах. Кэтрин взмывает вверх и манит Остина за собой. При этом над ней горит свет, а сама она летит в его лучах. Таким образом делается отсылка к Люциферу, имя которого переводится как «несущий свет». Остин, не задумываясь, верит Кэтрин и следует за ней. Они обнимаются и летят к свету. Дворецкий думает, что получил то, о чем мечтал. Однако неожиданно рука Кэтрин начинает таять, словно восковая свеча. И через пару секунд девушка полностью исчезает. Испуганный Остин остается во тьме совсем один. Получается, что он подался своим желаниям и соблазну, и в итоге был обманут. Он завис в пространстве, словно в невесомости. По обе стороны от него находятся две огромные головы. Лицо слева от него молодое, второе же представляет собой злобного старика. Остин всеми силами пытается добраться к голове молодого парня, но его затягивает в рот старика. Возможно, что так символично показан вход в рай и ад. И именно в ад попадает Остин. Пролетев через огромную пропасть, Дворецкий пришел в себя на книге с надписью «Аукцион». На ней значится дата 9 марта 2021 год. Возможно, что эта дата указана здесь не случайно, и в этот день может произойти какое-то знаковое событие. Сам аукцион, на котором продают особняк Остина, больше напоминает страшный суд. Дворецкий представлен в образе маленького человечка среди огромных великанов. То есть он слаб и не может ни на что повлиять. В его глазах чувствуется отчаяние и обреченность, а с каждым ударом молотка судьи его мир словно разлетается на кусочки. В конце показывается, что дом выкупает некий мужчина. После чего особняк охватывает огонь. Остин сидит в горящем доме и даже не пытается из него выбраться. Для него все это и есть ад. Так как теперь его жизнь не имеет смысла, и он потерял самое дорогое, что у него было. В игре Хоумс Каппес цель Остина – восстановить особняк. Получается, что он прожил свою жизнь напрасно. Уничтоженный дом для него – самое худшее наказание. Концовка клипа весьма необычная. Оказывается, все, что происходило ранее – всего лишь сон Остина. Он же проснулся в своем компьютерном мире, где его особняк в целости и сохранности. Моменты последних секунд клипа являются самыми символичными, и именно в них заложен весь смысл ролика. Во-первых, мы видим, что мир сна Остина выглядит намного реалистичнее, чем его якобы реальность. Это позволяет предположить, что реальность как раз-таки была именно во сне. Во-вторых, это наводит на мысль о том, что иллюзорный мир, который Остин считает настоящим, был создан как раз-таки потому, что настоящая реальность – совершенно жуткая и ужасающая. Это дает отсылку к фильму «Матрица» и теории о том, что наш мир – всего лишь симуляция, скрывающая реальность. Когда Остин проснулся, камера показывает его через клетку попугая таким образом, что он оказывается за решеткой. Так дается понять, что люди являются заложниками «Матрицы» и не могут самостоятельно из нее выбраться, а единственный способ познать реальность – именно через сны. Тут же загорается надпись «Новый день». Это говорит о том, что Остин забудет свой сон и будет продолжать жить в иллюзорном мире по его правилам, как и все остальные обитатели игры, даже не догадываясь о том, что мир этот не настоящий. На самом же деле Дворецкий не проснулся из своего кошмара. А наоборот, в самом начале клипа проснулся в него, пробудив в своем подсознании воспоминания о жуткой реальности. Интересно, что клип длится ровно 5 минут 55 секунд. Цифра 5 в нумерологии означает интроверсию, то есть направленность внутрь, вглубь себя, энергетическое погружение. Собственно, именно это и показано в ролике, ведь Дворецкий погрузился в глубины своего подсознания, где увидел мрачную реальность. Таким образом, новый клип «Зимфиры» – это еще одна экранизация теории о том, что наш мир – это всего лишь подобие компьютерной игры, а людей, как и всего остального, в нем не существует. В последнее время эта идея все чаще продвигается знаменитостями через их творения. Возможно, они действительно знают то, о чем не догадываемся мы. Либо это всего лишь очередной план иллюминатов по обесцениванию земной жизни, подмене понятий и получению полного контроля над людьми. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!